Фильм по роману Джудет Крэнтс. Дочь Мистраля. В главных ролях Стефани Пауэрс, Ли Ремик и Стэйси Китч в роли Мистраля. В ролях Роберт Урих, Тимати Делтон, Стефани Одран, Бордо, Тур, Париж. В картине также снимались Ян Ричардсон, Стефани Данем, Коттер Смит и другие. Композитор и дирижер Владимир Косма, художник картины Ален Негро, оператор Жан Турнье. Абтер телесценария Розмарии Ансисон. По роману Джудет Крэнтс, Дочь Мистраля. Режиссер Даглас Хикокс. Париж, 1925 год. Месье, вы позволите? Привет! Эй! Ждешь кого-нибудь? Надеюсь. Ведь это здесь рынок натурщиц, да? Что, натурщицей решила стать, что ли? Ну, если кто-нибудь будет мне платить, я готова позировать. Думаешь, в этом ты все и делал? Да нет, моя дорогая. Эта работа тяжелая, не каждая с ней справится. Перестань взортовать, Кики. Какая разница? А это кто? Посмотрите на нее. Хочет стать натурщицей. А сама даже не знает, кто в Париже королева натурщиц. Это же Кики. Кики из Монпарнаса. Что это у нас здесь такое? Прямо из деревни, как мне кажется, да? Даже чувствую еще запах навоза. Эй, мистер Аль! Эти посмотри. В чем дело, Кики? Привет. Много картин продал в этом месте жилья? Нет. Но если бы я писал так, как ты, то лучше бы вообще не продавал. А это кто? Какая-то дикарка, только что из провинции. Хочет стать натурщицей. Натурщицей с ее-то волосами. Торчат, как солома. Волосы у нее просто чисто вымыты. Она никогда не стриглась. Глаза какие, а? Цвет совершенно необычный. А рот, губы, интересная форма. Хочешь позировать? Отлично. Пойдем со мной. Ну, пошли, пошли. Пойдем. Это мне! Да. Интересно, как передать цвет твоих волос? Я думаю, надо взять охру и добавить чуть-чуть фиолетового. Как тебя зовут? Маргарита. Магия. Люнель. А вы очень знаменитый художник. Какая тебе разница? Ну, я бы хотел, чтобы меня рисовал очень знаменитый художник. Когда-нибудь ты скажешь, что тебя описал сам Джулиан Мистраль. И тогда ты сама будешь знаменитой. Осторожней, здесь булыжники. Вот и пришли. Заходи. Иди сюда, за занавеску раздевайся. Кимоно где-то тут лежит. Так, посмотрим. Когда будешь готова, сядешь вот в это кресло на возвышении, а левую руку, нет, постой, правую руку отведешь назад. Я тут положил подушку, чтобы тебе было удобнее. А то что-то все натушатся, жалуются, что больше часа им не просидеть. Не понимаю, почему. Кстати, ты давно уже позируешь? Что ты сказала? Что ты там копаешься? Ну, выходи. Почему так долго? Выходи, выходи. Давай, я тебе помогу. Хорошо. Садись сюда. Очень хорошо. Руку сюда. Отлично. Можешь снять кимоно. Давай же. Давай, снимай кимоно. Давай же. Это еще что такое? По-твоему, здесь что, фоллибержер? Слушай, натурщицы не позируют в нижнем белье и туфлях. Что это, стриптиз устраиваешь? По-твоему, я зачем тебя нанял? Чтобы устроить вечеринку. Моя дорогая, скромность и работа натурщицы не сочетаются. Художник не может платить деньги натурщицы, если она стесняется и конфузится. Тебе будет лучше, если я тоже разденусь, может быть. Нет. Выбирай. Либо ты снимешь сейчас штанишки, либо уйдешь. Все, с меня хватит. Уходи, уходи немедленно. Катись отсюда. Нужно было думать. Из-за тебя только время потерял. Иди, иди. Дай-ка сюда кимоно. Спасибо. 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 Месье Легрон. Рад вас видеть, месье. Пришли расплатиться? Нет. Я пришел за красками. Вот вам список. Месье Мистраль, вы не можете позволить себе покупать краски у меня. Идите, кому-нибудь продают дешевле. У вас, мой друг, лучшие краски в Париже. Ах, маковое масло. Пахнет как мед. Вы знаете, сколько вы мне уже должны? Забудьте эти глупости. В кредит больше я вам не отпускаю. Совершенно верно. Так что, у вас есть деньги? Не говорите глупости. У меня есть свеча куда более ценная. Вуаля. Ну, нет. Отнесите эту картину в галерею, продайте, а мне принесите деньги. Продать, да я скорее голодать буду. Я хочу, чтобы вы это взяли как залог. Поддержали у себя, пока я вам не заплачу. Возьмите это в заклад. В заклады? Ну, закладывают же часы в ломбарде. Я закладываю вам эту картину. А вы мне дадите мои краски. Да, но часы хоть что-то стоят. Знаете, Дегран, вы иногда ведете себя как невежественная деревенщина. Уверяю вас, когда-нибудь эта картина будет стоить больше десяти тысяч франков. Прошу вас, возьмите ее, а мне дайте краски. Вот, держите. Но мне бы хотелось знать, когда вы мне заплатите. Поверьте, я сам бы с удовольствием это узнал. Как только у меня будут деньги, я вас оповещу об этом первого. Мадемуазель? Мадемуазель? Мадемуазель Браунинг, чем я буду полезен? Вы, наверное, за пластилином пришли. А, да-да. Да? Да, Мадемуазель Браунинг, давайте пластилин. Что это? А, это картина этого сумасшедшего, Жульена Мистраля, который только что шел. Мистраля, да, он самый. Художник, чья картина не продается. Ну, он не единственный. Много на мануартре художников, чья картина не продается. Но Мистраль, он хуже всех, потому что он пользуется красками, цветами, как сумасшедший, как безумец. Совершенно верно. Он не тратит деньги ни на еду, ни на вино, ни, извините меня, на женщин. Только на краски. Только на живопись. По-моему, он ради этого готов был бы банк ограбить. Оставил мне это в заклад. Представляете, в заклад. Я что, ломбарца держу, как вы думаете? Он сказал, что это будет стоить 10 тысяч франков. Ну, может быть, не так уж много. Тем не менее, я это куплю. Мадемуазель, увы, эта картина не продается. Так сколько вас устроит? Ну... Да, может быть. Крас�о подается. Я weл reception в конце Мастеля. Да, да. Tele mesmo. Минус. Клай 이해... Мы перед 23あります. Клай, Алексей, Александр, просто да. Непиня Bash. Мадемуазель, спасибо, мадам. Да, мадам, будете обедать? Нет, у меня просто лимонад. Голодная? Так, так. Значит, ты есть эта новенькая? Как тебя зовут? Маги Ренель, а меня Пола. Вам как обычно, мадам Делон? Вам как обычно, мадам Делон? Да, как обычно. Так что, у тебя с Местралем сегодня утром не получилось, а вы откуда знаете? Дорогая моя, Монмартр, это большая деревня. Здесь все знают все друг о друге. Все знают о твоей встрече с Кики. Ешь, ешь. Не жди меня. Ну, так что же, Маги Ренель, расскажи мне о себе все. Я приехал в Париж сегодня утром из Тура. Ну, конечно, откуда же еще? О твоей семье расскажи. Моя мама умерла. Умерла в родах, когда я родилась. А мой отец, он умер от оспы. Умер прежде, чем сумел жениться на моей маме. Ну, что, что-то бывает, случается. Да, но в порядочных еврейских семьях такого не бы случается. Продолжай. Меня воспитала бабушка. Она мне говорила часто, что мы одна из самых старых еврейских семей во Франции. Когда я плохо себя вела, она звала Ребе Таранташ, и он меня ругал. После того, как умерла моя бабушка, моя тетушка устроила мне шиду с матрины. Нашла мне мужа. Такой был урод. На кого страшнее, во всем Туре не было. Я сбежала. Приехала в Париж, чтобы стать натурщицей. Потому что один из моих учителей говорил мне, что меня должен рисовать великий художник. Значит, ты просто красивая еврейская сиротка, которая даже не знает, что собой представляют мужчины. Ну, может быть, и так. Видишь эту рыженькую вон там? Да, да, да. Воплощение скромности. Это Кики. Говорят, она королева натурщиц. Я когда-то была королевой натурщиц. И ей никогда до моего уровня не подняться. Скажи мне, магия, ты бы хотела заставить эту Кики пожалеть о той минуте, когда она тебя так оскорбила и унизила? Конечно, хотела бы ужасно. Отлично. Тогда пойдем со мной. Все потихоньку, моя голубка. Но помни, рано или поздно тебе все равно придется снять штанишки. А куда мы идем? Не волнуйся, иди за мной. Кафе у Полы. Все в порядке? Все отлично. Вот и хорошо. Пойдем. Это ваш ресторан внизу, вы хозяйка. Вот тебе первый урок. Найди мужчину, у которого много денег, и который получает удовольствие, когда их дает другим, особенно тебе. Это моя квартира. Если хочешь, можешь жить наверху. Да. Вот, смотри. Надеюсь, тебе здесь будет удобно. Как красиво. Ой, какой вид. Мэгги. Мэгги. Твой учитель был прав. Ты родилась, чтобы тебя рисовали художники. Но не забудь. Художнику ты нужна в той же степени, в какой он тебе. Да? Да. Я вот смотрю на тебя, и я в этом ужасном свитере тебя просто не вижу. Сними-ка его. Отлично. Гораздо лучше. Ты что, каждый раз нужно раздеваться? А что ты волнуешься? Что ты боишься? Ты знаешь, что видят художники, когда они пишут твое тело? Они видят при собой корзину с яйцами. С яйцами, да. Конечно. Овал лицо. Кружки груда. Живот тоже круглый. Круглые. Коленные чашки тоже круглые. Кругом яйца. Корзинка с яйцами. Скажи, разве яйца носят платье? Нет, ну я никогда не видела яйца в платьях. Вот ты снимай платье. Покажи мне мужчину, который не умеет рисовать обнаженную женщину. Я тебе скажу, он не художник. Отлично. А теперь, Мэгги, снимай-ка свою знаменитую, свою нижнюю юбку. Твоя голова принадлежит тебе, а тело принадлежит художнику, который решит его писать. Ну, а теперь знаменитые штанишки. Они ведь тебе не очень-то и нужны, честно говоря. И вот так. И вот так. Все. Макксуэл. Деда Макксуэл, как я рада вас видеть. Кейт, дорогая моя, как дела? Все родственники передавали тебе привет. Все молодые люди просили передать, что без тебя в Бостоне очень скучно. Ждут, когда ты вернешься. Ты давно уже в Париже, Кейт? Год? Да, примерно. Париж всю жизнь привлекал американцев. Может, потому что в Париже они чувствуют себя моложе, свободнее. Но ты знаешь, можно ведь всю юность загубить в Париже. Кейт, тебе пора выходить замуж. Вы хотите сказать, что мне пора возвращаться в Бостон, найти себе молодого человека с гарвардским образованием? Ну, я, конечно, не хочу, чтобы ты выходил замуж за какого-нибудь художника, без гроша в кармане. Не волнуйся, Деда Макксуэл. Я не собираюсь выходить замуж. Я вообще не знаю, чего я хочу. Я думал, ты хочешь стать скульптором. Да, хочу. Но ты можешь открыть свою студию в Бостоне, так же, как и в Париже. В этом нет ничего трудного. Париж, это на время. Нужно возвращаться домой, корни дома. Я об этом подумаю. Я всегда говорил тебе, что если у тебя обнаружатся таланты, я с удовольствием буду тебя финансировать. Так же, как я с удовольствием заплачу за любое деловое предприятие. Но я не собираюсь смотреть, как ты губишь свою жизнь. Кейт, когда умерли твои родители, они оставили тебе довольно большое состояние, и я отвечаю за эти деньги. Я должен следить за тем, чтобы ты выполнила определенные обязательства, которые за тебя накладывают твое состояние. Не забывай, что я твой опекун и твое доверенное лицо. Но разве я об этом могу забыть? Вы мне всегда были как родной отец, дядя Максвелл. Я бы с удовольствием заглянул в твое ателье и посмотрел твои работы. Конечно. Ты вначале напоите меня чаем, дядя Максвелл. С удовольствием. Спасибо, мадемуазель Лунель. Откуда вы знаете, как меня зовут? Вас знают все. Вы самая красивая девушка на Монмартре, правда? Ну что ж, это вот тебе поцелуй на счастье. О, Анри, это очень хорошо. Мэгги, когда мы снова увидимся? Скоро. О, Алан. О, Алан, ты по-прежнему не решил, как меня писать? Ну, я думаю, когда-нибудь ты решишь. Как бы то ни было, не мне судить о твоей работе. В конце концов, я же не специалист. Что ты делаешь? Мне пора бежать. Да, но ты не отсидела весь сеанс. У нас же еще время осталось. Время? Какое время, Алан, дорогой? Ты ведь вроде бы говорил, что для художника время не играет никакой роли. Даже если я играет, то тебя я прощаю. Понимаешь, Алан, сегодня пятница. И конец недели. А, у тебя есть любовник. Надеюсь, он тебя достоин. До свидания, Алан. Кафе у Паолы. Мэгги. Мэгги. Заходи, Пола. Что это ты делаешь? Сегодня пятница, Пола. Каждую пятницу вечера моя бабушка зажигала свечки и ставила их на окно. Если бы у меня была мнора, я бы зажгла семь свечей. Это традиция. Мы это делаем каждый вечер перед субботой. А что бы сказал твой этот раввин, Рэббет Тараташ, если бы знал, как ты сейчас живешь и чем ты занимаешься? Он бы, наверное, погрозил меня пальцем, отругал бы меня. Но он бы долго не се родился, в конце концов он бы улыбнулся и сказал бы, что мне с тобой делать? Ты никогда не научишься варить куриный суп, как твоя бабушка. Ах, суп с курочкой. Ой, умираю, хочу есть. Что у нас на ужин? По-прежнему, все такой же зверский аппетит. И по-прежнему до сих пор не заработала никаких денег. Ах, Пола. Пойдем, пойдем ужинать. Кейт, это ты нарисовала? Нет, нет, дядя. Ну, слава богу. А вот это очаровательно. Кейт, дорогая моя, тебе нужно возвращаться в Бостон и там завести себе мастерскую. Уверяю тебя, ты получишь десяток заказов в первую же неделю. Ах, вот вы где. Какого черта вы забрали ему картину? Что вы с ней делаете? Одну минутку. Кто вы такой? Это Жюля Мистераль, дядя. Тот самый, кто нарисовал эту картину. Да, Легран идиот продал вам эту картину. Он мне сказал, он не имел права продавать. Вот что я ненавижу, так это богатых американок, которые живут в Париже и делают вид, что они художницы. Моя художница прекрасная, моя племянница прекрасный художник. Нет, нет, дядя. У меня есть маленький талант, я думал, что я смогу стать художником, но теперь я знаю, что этого таланта недостаточно. А, между прочим, это теперь моя картина, я ее купила. Сколько вы за нее заплатили? Достаточно, чтобы вам хватило на краски на следующие три месяца. Так что картина моя. А с чего это вы вдруг ее купили? Потому что у меня возникло сильное подозрение, что вы можете оказаться гением. Да? Я знаю одного посредника, которого может заинтересовать ваша живопись. Я думаю, мы с вами очень могли бы друг другу пригодиться, месье Мистераль. Ну? А вы не пойдете со мной? Ваша мя что, ковра митераль, что ли? Ну ведь все это делают, а я не все. Картинная галерея Авигдора. Его зовут Джулиан Мистераль. Прекрасно. Удивительно. У него чудное чувство цвета. У него мягкий мазок. Он отличается от многих художников. Интелантлив. Я знал, что он вам понравился. Значит, вы его купите? Нет. Вы понимаете, он нашел свой стиль. Но у него в работах пока не хватает кое-чего более важного. Нету страсти. Месье Авигдор. Я принесла вам эти картины, потому что за вами закрепилась слава. Слава человека, который распознает завтрашнее гение. Спасибо. По-моему, он блестящий художник. Очень может быть. Отнесите, пожалуйста, это в машину. Я бы с удовольствием посмотрел его другие работы, скажем, через год или два. Возможно, вам даже не придется ждать так долго. Ну что ж, разве я не предупреждал? Но он очень заинтересовался, правда? Да. Жулиан, пойдете за мной на бал Сурреалистов в субботу? А что мне там делать в этом балу? Там будут другие владельцы галерей. Я куплю билеты, а потом мы пойдем ужинать. Ну, если вы меня угощаете ужином, то до субботы. Пола. Пола. Неужели ты опять пойдешь в костюме мадам Пампадур? Почему бы нет? В конце концов, мадам Пампадур покорила короля. А ты в чем пойдешь на этот бал? Я пойду, я наденусь в вазу с фруктами. Это очень сюрреалистично. Понятно. Лимон в волосах, платье в виде помидора. Фу. Подожди, Пола. Увидишь, увидишь, увидишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Танцевать хотите? Умейте танцевать? Конечно умею, но не слишком хорошо. Ничего-ничего, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Кто это? Субтитры создавал DimaTorzok Кики, королева-натуршица. Кики, королева-натуршица. Меги, королева-натуршица. Меги, Меги. Кики, королева-натуршица. Меги, королева-натуршица. Меги, королева-натуршица. Помогите. Помогите. Меги. Помогите мне. Прыгай. 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 Да, прыгай. Что ты делаешь? Уношу тебя отсюда. Я не хочу уходить. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты ничего не ешь? О, это потому что вот это еде, еде твоей, еде, не хватает, так сказать, свежести. Да, я редко принимаю гостей. Но если ты проглотался, я знаю один ресторан здесь рядом, он еще открыт. Нет, нет, я тебя просто дразню. Чем дело? Я только что вспомнил. Я должен был сегодня ужинать с одним человеком. С кем? С одной богатой американкой, которой нравятся мои картины. Ах, вот как. Тогда давай выпьем за богатую американку, которой нравятся твои картины. Знаешь? Знаешь... У тебя очень красивые ноги. Такие красивые. Жулиан. Жулиан. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, Жулиан, прошу тебя, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Ты не хочешь? Жулиан. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я счастлива как никогда в жизни А кроме того, он мне кое-что дал Картину, подарил Первую картину, на которой я ему позировала Прекрасно, два месяца работы И он тебе подарил картину, которая ничего не стоит Магия, ну пойдем, уфим кофе, Пола Я должна тебе столько всего рассказать Мадемуазель О, месье Бадим, рада вас видеть Мне очень понравилось Ваши пейзажи оксимбургского Нужно будет мне купить Мадемуазель, без сомнения Мои пейзажи были написаны специально для вас Скажите, а это там Там Джулиан Местраль стоит, я что-то давно его не вижу Он местрали все какими-то волнами Теперь у него новая натурщица Это рыженькая Мэгги И он стал писать, как сумасшедший С тех пор, как они познакомились, он пишет День и ночь, даже при свечах в саду по ночам Серьезно? Ну, вообще, это, конечно, очень интересно То, что вы говорите Месье Местраль дома? Да Но он работает, он никого не принимает сейчас Я уверена, что нас он примет Мадемуазель Жулиан? Жулиан? Кейт! О, Кейт! Надеюсь, вы не против Я привезла месье Авигдора Что взглянуло на ваши картины Я вам не столько не помешаю Я просто хожу, посмотрю Да бросьте, Авигдор Вы никуда не заходите просто так Вам наверняка что-то нужно Вы знаете, как я отношусь к этим посредникам? Они как паразиты Как вши на теле художников Я вам говорил Жулиан, что Авигдор не такой, как остальные Вы правы Да, вы правы Мы кормимся за счет художников Но, между прочим, мы помогаем художникам тоже прокормиться Даже если мы и паразиты, то мы добрые паразиты Возможно Во всех случаях я хочу посмотреть Я целый месяц не видел ни одной вашей работы Прекрасно Тогда чувствуйте оба себя как дома А я пошел в сад Мэгги Предложи им вина или что-нибудь еще О, Боже Прекрасно 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 Да, 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 это потрясающе, ну, так вы, вы включите его в какую-нибудь свою выставку? Нет, 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 он слишком серьезный художник, чтобы его выставлять с кем-то еще, мы сделаем ему отдельный вернисаж и мы откроем им СИЗО, я так и знала, но, естественно, должен сразу же подписать официальный контракт, нет, нет, моя дорогая, Ван Музе Браунинг, это необходимо, нет, нет, с ним деловую сторону не объясняйте, а иначе он просто откажется писать, я его знаю, а что его остановит, он может пойти к другому владельцу галереи, сразу же после выставки, нет, нет, он никому больше не пойдет, ложитесь на мое слово, я буду выступать посредником жилья на местах. Что ж, прекрасно, тогда, может быть, вы ему сами скажете про вернисаж? Нет, ни в коем случае, вы это решили, это ваша галерея, вы должны ему сказать, моя дорогая, Ван Музе Браунинг, при вашей молодости, вы меня просто пугаете своей деловитости, вы так легко манипулируете людьми, вы просто очаровательный и абсурдный человек. Жулиан? 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 Мсье Абигдор хотел бы с вами поговорить, прошу садитесь. Мэгги! Принеси, пожалуйста, сюда бутылку и стаканы. Что ж, я думаю, у нас неплохие для вас новости. Ты куда? Кейт меня подвезет к Абигдору, я проверю каталог. Должны были гранки привести с типографией, пока. Жулиан, подожди. Привет, Кейт! Поехали, поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Джулиан, потерпи, я понимаю, тебе наплевать, удастся, верни Саша или нет, но мне это не безразлично, а по-твоему выставка удалась, по-моему, к концу вечера месье Вигдор распродаст все картины выставленные и кое-какие из твоих ранних, я уверен, что он будет продавать даже те картины, которые еще не просохли, он вор, он грабитель, я это чувствую. Музель, почему у вас такой грустный вид? Мисс Саша появится огромным успехом, мисс Саша стала уже знаменитостью, все хотят познакомиться с его очаровательной натушицей, мужайтесь, моя дорогая, наберитесь храбрости и идите к зрителям. Пола! Пола! Ох, что ж, моя малышка, твой мистраль наконец добился успеха, ой, я зря сюда пришла, Пола. Ну, посмотри, они все на меня смотрят. Маленькая моя голубка, ты думала, эти картины принадлежат только тебе и ему? Теперь это произведения искусства, они принадлежат всем, даже вот этим идиотам, которые здесь собрались. Кстати, тут есть один, который совсем не похож на идиота. Прости, Пола, ну не бросай же меня одну. Вы собираете картины, только когда вижу нечто особенное. А это удивительно, если вы художник, верно? Поздравляю вас, месье, у вас прекрасный вкус. Позвольте представиться. Меня зовут Перри Килкаллан, а я Пола Делан. Очаровательно, мадмодель, очаровательно. Я заметил, вот этот Абигдор разговаривает на курщице. Это его жена, не приведи господь. Подруга, возможно. Она очень красивая женщина. Знаете, вот за эту картину я бы отдал все, что угодно. А почему вам не поговорить с мистером Абигдором? Говорят, что торговцы картинами готовы на все ради денег. Спасибо, мадам. Последую вашему совету. Месье. Да, месье. Я бы с удовольствием купил вот эту картину. Как банкира, я, конечно, не вправе говорить такие вещи, но, честно, я готов заплатить практически любую сумму. Простите, но эта картина не продается. Да, мадемуазель совершенно права. Вот та молодая дама, мадемуазель Браунинга, она владелец картины. Картина принадлежит ей. Ни в коем случае. Совершенно верно. Всех обнаженных я оставила для себя. Все эти картины, да. Я хочу их сохранить как цикл. Нет, это ошибка. Эта картина моя. Она принадлежит мне. Жулиан, скажи им. Скажи, ты ведь подарил мне эту картину, помнишь? Это первая картина, которую ты написал с меня. Она продадет мне. Она моя. Она моя. Моя, моя. Представь меня, естественно, как ребенок. Эти шесть картин, один цикл. Кейт совершенно права. Их нужно сохранить как один цикл. Я тебе напишу другую картину. Ты же говорил, ты же обещал. Мадам, мадемуазель, успокойтесь. Жулиан действительно напишет вам другую картину. И в любом случае, не нужно так уж полагаться на всякие поспешно сделанные обещания. Художники часто обещают, бог знает что. Кейт. Жулиан. Если вам так уж нужна эта картина, можете ее забирать. Но принадлежать вам она не будет никогда, потому что эта картина моя. Мэгги. 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 До свидания, Жулиан. Прощай. Мэгги. Мне очень трудно это понять, что это. Ну, то, что живопись куда важнее, чем натур. Да, конечно, тем не менее. Тут есть еще один критик, с которым ты не успел познакомиться. Пойдем, я тебя представлю. Это очень важно. Пойдем, я тебя читаю. Такси? 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 Прошу вас, возьмите эту машину. Не бойтесь, я не поеду. Садитесь. Отвезите, мадам, куда она скажет. Вытрите слезы, мадемуазель. Садитесь. Неплохо. Нет, ты только послушай. Пожалуйста, жаль, ты с одиноким американцем в Париже и поужинайте сегодня со мной в ресторане. Перри Киллкоун. Откуда он знает, где я живу? Потому что я ему сказала. Ты, да, он ко мне заходил. Ах, Пола, да не хочу я никуда ходить ни в какие рестораны. Мне мужчины уже надоели. Не будь дурочкой, Мэгги. Ты связала свою жизнь с нищим эгоистом. Почему тебе не попробовать богатого и щедрого? Но мне нечего надеть, Пола. Ну, это уж не самое трудное. Пойдем. Пойдем. Значит, вы американец, но живете в Париже. Да, и уже несколько лет живу в Париже. Этот город очень люблю. Пола сказала, что вы банкир. Да, совершенно верно. Я член международного треста Киллкоуна. Вам, наверное, все это очень скучно слушают. Значит, вы покупаете и продаете деньги, да? Деньги всегда могут пригодиться. Кстати, я по-прежнему перед вами в долгу и должна вам за такси. Нет, нет, ну что вы. Ну. С вашей стороны было очень мило. Спасибо. Нет, нет. Может быть, немного коньяка. Нет, нет, не надо. С вашей стороны было очень мило. И то, что вы не берете с меня денег, мадемуазель. Нет, нет, спасибо. Хотя я хочу с вами обязательно расплатиться. Нет, ни в коем случае. Что вы? Вы со мной уже расплатились очень щедро, позволив пригласить вас в ресторан. Вечер с такой очаровательной девушкой – самая большая награда. Вы могли бы отвезти меня домой? Я ужасно устала. Спасибо большое. Я прошу. Я прошу. Простите, наверное, я выбрал этот ресторан, но что вы. Он не соответствовал вашему настроению. Все было прекрасно. Я знаю одно очень уютное маленькое местечко, совершенно неофициальное. Туда приятно зайти вдвоем с другом, посидеть и просто поговорить. Может быть, как-нибудь туда сходим. Может быть, с удовольствием. Может быть, завтра. Ну, как-нибудь сходим. Когда-нибудь. Я жду. Я думаю. Вот так, хорошо. Отлично. Нет. Кики. Вот так. Нет, вот так. Хорошо. Нет, невозможно. Не получается, Кики, извини. Не сегодня. Мы живем. Иди, иди, катись отсюда. Да, я это возьму, но могу вам дать самый минимум. Минимум, да перестаньте, Авигдор, да, минимум. Дорогой мой, вы должны быть довольны, что я вам продаю картины. Мистраль же перестал писать. Перестал, да? Все дело было в этой девочке, в Мэгге. Теперь она его бросила, и он без нее ноль. Так, так, так. А почему же вы мне не сказали, что Мистраль перестал писать? Ну, у художников часто бывает после первого успеха спад. Дайте ему время, если, мадмазель Брайанг, не будут предприняты меры, все произойдет, как предсказывает этот ужасный Вадим. Ваш мистраль будет, так сказать, чудом однодневкой. Вас, я думаю, это не устроит. Меня это нисколько не устраивает. Нисколько. В Провансе слово маргарит означает ромашка или маргаритка. Я знал с самого начала, поэтому я и шлю тебе ромашки уже две недели. Ты меня хочешь купить. Совершенно верно. Ну, скажи мне про твою семью. Я американец ирландского происхождения. Ирландского? А какие эти ирландцы? Ирландцы, ну, они любят драться, они любят петься, они скупые, они страшно гордые, обожают красивых женщин, готовы отдать жизнь за свободу и всегда во всем правы, даже если не правы. Мне нравятся ирландцы. Они, по-моему, очень похожи на евреев. Никогда не думал об этом с такой точки зрения, но, наверное, может быть, ты и права. Ну, а твоя жена, ведь ты же, конечно, женат. Я даже не знаю, как тебе это объяснить. Ну, дело в том, что Мэри Джейнен и я, мы оба из весьма известных семей в Нью-Йорке, семей одного уровня, одного класса, и поэтому, естественно, вы поженились и завели детей. Нет, нет. Детей у нас нет. У нас не может быть детей, понимаешь? Ой, извини. Мы давно уже не живем вместе, так сказать, разъехались. Мэри Джейн посвятила себя католицизму, боготворительности, а я... Да ты продаешь, покупаешь деньги и живу в Париже. Может быть, пойдем куда-нибудь потанцуем? Да, конечно. А куда бы ты хотела пойти? Я в Жоке. Клуб Жокей. Клуб Жокей. Клуб Жокей. КОНЕЦ КОНЕЦ Почему я люблю американский джаз? А ты? А теперь? Вот теперь хочу танцевать я. КОНЕЦ 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 ТЫ ОТВЕЗЕШЬ МЕНЯ ДОМОЙ? Играет музыка 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 Ты что, в таком виде выходила на улицу? Конечно Ты извини, я не могу тебе сделать настоящий большой завтрак У меня нет кухни И ванной у меня тоже нет Зато у меня лучший вид на Париж Я не смогу здесь остаться Почему? Ну, потому Потому что мы с тобой не сможем жить Только на одном кофе и булочках А кроме того, я должен тебе подарить очень много А здесь все это не поместится А кроме того, я не могу каждое утро ходить на работу Если я буду здесь спать, ночевать Мне нужно будет каждое утро заскакивать себе в отель Бриться, мыться Спать здесь каждую ночь А ты что, не хочешь? А ты что, не хочешь? Хочу Каждую ночь? Ну, может быть, не каждую ночь Но сегодняшнюю ночь И завтрашнюю И всю следующую неделю И... И тогда ты разрешишься подыскать тебе квартиру Ну, Перри У меня должна быть собственная какая-то квартира Потому что я оценю свою свободу Хорошо, это я обещаю Это будет твоя, и только твоя квартира Я буду звонить, и ты будешь означать время Я буду спрашивать Мадемуазель, сегодня еще свободна? Мадемуазель, позволит месье себя развлечь? Мадемуазель, позволит, что я поцеловали в шейку? Мадемуазель, ждешь, чтобы месье поцеловал ее в затылок? Ах, Перри Перри Так что, это значит, я буду... У тебя на содержании, с одной содержанкой Какое ужасное выражение, Мэгги Такое вульгарное выражение Значит, ты не собираешься покупать мне наряды, Драгоценности и меха? Нет Нет? Не собираешься? Нет, 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 нет Конечно, я буду покупать, черт возьми Я тебя люблю Я хочу покупать тебе бриллиантовые браслеты, которые у тебя можно будет обмотать Они у тебя будут свисать до пола Я тебя люблю Я тебя люблю Что здесь такого? Что здесь плохого? Ничего Ах, Перри Теперь-то я знаю, зачем я приехала в Париж Я приехала в Париж, чтобы познакомиться с этим красивым, щедрым, сумасшедшим американцем Да, 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 да Что бы сказал наш раввин Рэбе Тараташ? Ну, я лично ему рассказывать ничего не буду Да, 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 да Доброе утро Доброе утро Не думал, что снова тебя увижу А тут просто доказывает, что ты мало меня знаешь Я приехала пригласить тебя пообедать Да Ну, и я думаю, ты не позволишь мне платить за этот обед Заплатишь в следующий раз, хорошо Я вот тут думала, а не выехать ли куда-нибудь за город, а не уехать ли на минутку из Парижа Может, поедешь со мной? Нет Я работаю здесь и никуда выезжать не собираюсь А мне бы очень хотелось поехать на машине в Прованс Мне бы было приятно, если бы ты поехал со мной Нет, моя дорогая, когда я сажусь в машину, если ведет кто-нибудь другой, я чувствую себя очень неспокойно Тогда садись за руль ты, это будет, мне будет только приятно Типичный американский подход Ты почему-то считаешь, что у всех людей в мире есть своя машина Если говорить честно, то я даже водить машину не умею Да? Ну, это же так просто, ты научишься за пять минут, и тебе понравится И никаких планов не нужно строить В этом-то и преимущество тех, у кого есть машина Никаких расписаний, не нужно заранее ничего бронировать, резервировать А просто садишься в машину, и едешь, едешь Ночуешь там, где окажешься, и чувствуешь себя совершенно свободным Ну, давай, давай почувствуем себя молодыми, глупыми, поедем Какая-то упорная, упрямая, да Осторожней, осторожней, не гони так Не так быстро Наги, ты твердо решила? Да Если я собираюсь стать любовницей богатого американца, я должна и выглядеть соответственно Месье Антуан Эй, илиメно-шецан Карат Южная Эй Карат Ээц Эй КОНЕЦ КОНЕЦ Идеально! Пола, я похожа на содержанку? Как я выгляжу? Ты выглядишь красавицей, моя прелесть. Ты правда считаешь, что хорошо? А как же иначе? Перри! Мэгги! Мэгги! Ну как, тебе нравится? Ты выглядишь ослепительно! Потрясающе! Ты теперь настоящий бриллиант! Спасибо! А бриллианту нужна хорошая оправа. Оправа, да! Поехали! 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 Здравствуйте, мадам. Здравствуйте, если вам нужна комната на ночь, две комнаты. Я не мадам, а мадемуазель. Конечно. Ты знаешь, ты удивительная женщина, Кей. Я не знаю, кто еще мог бы так умно и хитро командовать людьми, причем так, что они об этом не подозревают. Ты знаешь, это нечестно. Что нечестно? И что тут дурного, если ты богата, идеально одета и можешь на всех смотреть свысока и жить так, как тебе хочется? Что здесь дурного? Я уверен, очень много женщин хотели бы поменяться с тобой местами. А кто ты такой, черт побери, что можешь судить обо мне и говорить мне, кто я, какая я, какой мне быть? Для тебя ничто и никто не имеет значения, кроме твоей работы. Скажи, есть что-нибудь в мире еще, о чем ты бы думал больше, чем о своей работе? Если есть, то я, по крайней мере, ничего такого не видел. Ты чудовище. Прекрасно. Но, может быть, мы оба с тобой чудовище. Слушай, тогда почему бы двум таким великолепным чудовищем, как ты и я, не вступить в интересный союз, не попробовать определенное сочетание? Послушай, а может, мы с тобой поднимемся ко мне в спальню и поэкспериментируем? Только не говори мне, что тебе эта мысль не приходила в голову. А, понимаю, ты хочешь, чтобы я говорил красивые слова, типа, дорогая, я изнываю желания. Милая моя, если тебя не устраивает, то я предложу, так прямо и скажи, я больше насыкаться не стану. Боже мой. Сколько романтики. Тогда или нет. Пошли. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! О, Перри! Здесь так элегантно! Подожди, я еще не видела квартиру! Это лучшая квартира в Париже! Еще нужно будет прислугу нанять! Ты хочешь, чтобы я поговорила с Дворецким? Нет, Перри, нет! Тебе не нравится? А ты хоть посчитал, сколько здесь комнат? Нет, не считала, что слишком большая квартира! Но для меня, когда больше двух комнат, всегда уже слишком много! Мэггия! Ты же сказала, что хочешь быть содержанкой высокого класса! Ты знаешь, мне хочется вернуться назад, к себе в мою каморку пола и спрятаться! Мэггия! Мы можем позволить себе все, что тебе хочется! Давайте все-таки попробуем эту квартиру! Ты же не завтра сюда въедешь! Сначала нужно все это обставить! А когда это будет обставлено, если у тебя возникнет хоть малейшее сомнение! Если тебе будет по-прежнему казаться, что квартира слишком большая, мы ее отдадим! Ну, что ты скажешь? Я такая глупая! Конечно, подождем, попробуем! Ну, и потом спрятаться я могу где угодно, даже здесь! Только от меня ты не спрячешься! От тебя нет! Что с тобой? Ничего! Все прекрасно! Хочешь еще вина? Нет! А тебе не хочется вот все это написать, нарисовать? Нет! Я бы даже не мечтал о том, чтобы все это написать! Все это слишком просторно, необъятно! Я бы не смог это написать! И неужели тебе здесь ничего не хочется написать? Нет! Ты знаешь, вот это хуже всего! Когда не хочется писать, когда нет необходимости писать картины! Видишь, вон ту молодую пару, вон они там идут! Видишь, их руки почти соприкасаются! Почти, но не до конца! Каждый из них только что открыл для себя что-то в другом! Но по-прежнему, каждый из них для другого остается тайной загадкой! Когда-то я мог написать вот это настроение! Эти почти касающиеся друг друга руки! Но когда не хочется писать, когда нет желания писать, то по-неволе спрашиваешь себя, почему же я вообще стал художником? А если я не художник, то зачем я живу? Поехали! Трава мокрая! Смотри, какая красивая ферма! По-моему, мы ее забросили! Давай посмотрим ближе! О, тут кто-то есть! Мадам! А кто хозяин этой фермы? Никто, мадемуазель! Старый хозяин умер! А адвокаты сказали, чтобы мы с мужем пока пожили здесь и приглядели за фермой, пока ее кто-нибудь не купит! Жан, пойдем посмотрим! Спасибо, мадам! Спасибо, мадам! Спасибо, мадам! Вы пить хочешь? Да, ты иди, я сейчас. Я умираю пить хочу. Продолжение следует... Адвокаты, мэсье! Слаба, мэсье! Добрый вечер, мэсье! Сегодня вся выпивка бесплатная! Этот парень празднует день рождения своего сына! За моего сына За его сына Давайте все за его сына Вы вроде на туристы не похожи, мусор Вряд ли Я с севера Моя фамилия Местраль А ветер Местраль дует и здесь А чем вы зарабатываете на хлеб насущный? Я художник Художник? Вы? Что-то не похожего на художника Ты мне не веришь, да? Я могу дорисовать тебя вместе с этим длинным носом в одну секунду Ну-ка, повернись так в профиль Нет, вот так вот Дай-ка, брат, карандаш Так Так Ну-ка КОНЕЦ Не шевелись, так держи голову Не двигайся Да Держи, ну что скажешь теперь? Ой, это же я Надеюсь, твой сын не будет на тебя похож А как насчет нашего бармену нарисовать за кружку пива? Тогда дайте листок бумаги побольше Ну как, нравится? Не верили, что я художник? Субтитры сделал DimaTorzok Здорово Я вернусь к работе, Кейт Я так рад, мой дорогой Я счастлива, мой дорогой Жду не дождусь, когда снова вдохну запах красок, скипидара И если я в ближайшие же часы не почувствую в руках кисть, я сойду с ума Кто бы мог подумать, что эти маленькие шаржи, которые я вчера написал в кафе Вдохновят меня снова на работу Это старый трюк, который я знал еще в детстве Нужно начать, а потом пойдет само Зачем не обязательно возвращаться в Париж Там эти идиоты говорят о политике, о школах в живописи, о религии Мне-то ничего не нужно Вот где мне нужно оставаться Здесь, здесь мое место Нужно купить какой-нибудь пустой дом, превратить его в мастерскую Договориться, чтобы мне легла слава краски, подрамники и так далее И договориться с Авигдором, что он будет выставлять мои новые картины И я могу начинать работу Я, пожалуй, пойду в город и поищу какой-нибудь пустой дом Жюльян Я, пожалуй, съезжу в Авеньон За тобой заскочу попозже, хорошо Субтитры сделал DimaTorzok